Здравствуйте, с вами политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов. Украинский кризис и связанные с ним антироссийские западные санкции дают России не только шанс форсированно провести импортозамещение, без которого наша страна просто не выживет, но и возможность куда более важную и глубокую избавиться, наконец, от отупляющих механизмов манипуляции человеческим сознанием. И подробнее хотелось бы сказать именно про уход из жизни россиян иностранных соцсетей. Уверен, что последствия этих перемен сложно переоценить. Что вы думаете по всему этому поводу, поделитесь своим мнением в комментариях. А я продолжу. Развитие интернета и всевозможной техники, увеличивающей скорость трафика и повышающей удобство выхода в сеть, на практике обернулась и многими негативными последствиями. Конечно, многие вещи стали более доступными. Скажем, сейчас для написания научной статьи не надо идти, вовсе не обязательно идти записываться в библиотеку, часами искать по карточкам нужные книги, потом сутки ждать заказ или даже несколько дней, и выписывать от руки нужные сведения в читальном зале. И стало возможным общаться при помощи мессенджеров с друзьями, живущими в разных странах, обмениваться с ними яркими фотографиями, а не посылать их в почтовом конверте. Но намного более быстрыми темпами шли разрушительные тенденции. Например, люди утратили способность общаться вживую, по-человечески и с эмоциями. Дело в том, что выстраиванию таких коммуникаций надо учиться. В процессе живого общения еще в раннем возрасте в мозге человека формируются соответствующие нейронные связи. Если дети буквально с пеленок учатся пользоваться гаджетами, но не учатся общаться вживую, то к моменту полового созревания у них просто не будет тех самых необходимых для нормального взаимодействия с другими людьми нейронных связей. И сейчас можно видеть компанию молодых людей где-нибудь в кафе, они сидят, и каждый уткнется в свой телефон, а вживую молодые люди уже не общаются. Пандемия коронавируса ускорила процесс трансформации вот этого общения. В онлайн перешли рабочие совещания, литературные вечера, научные конференции. Но видеоконференции не могут заменить встреч в реальности. Просто потому, что в окошке на экране можно видеть только лицо человека, но невозможно разглядеть его эмоции. Да и живое общение – это не просто обмен информацией, но и обмен некой психической энергии. Ну, не говоря уже про то, что отношения между мужчинами и женщинами точно не могут играть яркими красками в виртуальном мире. Семейные психологи хорошо знают, что к настоящему времени для многих юношей и девушек из провинции стало важным на последние деньги съездить в большой город, заказать стакан воды в дорогом ресторане и сделать фотографию, выложить ее потом в так называемой роскошной жизни, как свидетельство успешного успеха. Но это вместо того, чтобы найти близкого по духу человека и научиться с ним видеть красоту окружающего мира. Конечно, важной проблемой стало то, что развитие социальных сетей шло по пути очевидной деградации. Например, 15 лет назад люди обсуждали серьезные темы на форумах и рассказывали о своих делах в интернет-дневниках. Люди делились своим мнением, писали комментарии. А потом появились лайки, которые позволили не выдумывать комментарии, но легко отмечаться на чужой странице. Лайк поставил и вроде как отметился. А следом уже само количество лайков стало самоцелью. И вот появились соцсети, ориентированные исключительно на публикацию коротких роликов. Люди массово стали кривляться, будто подражая обезьянам. И когда казалось, что дно уже пробито, появились сервисы обмена голосовыми сообщениями с незнакомыми посторонними людьми. И некоторые программы задуманы так, что общающиеся всегда сохраняют анонимность. Но люди действительно стали фактически говорить по телефону с незнакомыми людьми, радоваться этому. И некоторые даже называли это хорошим средством избавиться от одиночества и даже найти друзей. Хотелось бы спросить, друзей на час? Но это уже не говоря про онлайн-игры, где некоторые проводили бесная еды по несколько суток, а для отправления естественной нужды заранее надевали подгузники. И как наркоманы тратили последнее, чтобы повысить уровень своего рыцаря или танка. Важно понимать, что этот процесс внедрения средств откровенного оболванивания не был стихийным, но очень хорошо управлялся IT-гигантами. В 2020 году вышел документальный фильм «Социальная дилемма». В нем бывшие ведущие разработчики и топ-менеджеры самых популярных в мире интернет-платформ открыто говорят, что все соцсети изначально были заточены на то, чтобы манипулировать поведением пользователей, так как это позволяет эффективно продавать рекламу. Причем главный товар для корпорации не столько внимания пользователей, сколько способы изменить их поведение. То есть человек должен не просто посмотреть рекламное объявление, но захотеть посмотреть конкретное рекламное объявление. В конце 2021 года Марк Цукерберг объявил о создании так называемой метавселенной. Это, кстати, корпорация Мета признана в России экстремистской организацией. Ее деятельность, как и деятельность подконтрольных ей соцсетей Facebook и Instagram на территории России запрещены. Так вот, согласно планам Марка Цукерберга, в ближайшем будущем человеку незачем будет ходить в офис или даже выходить на улицу. При помощи специальных очков дополненной реальности других устройств он сможет встречаться с коллегами или друзьями, а его самого на этих встречах будет представлять аватар, нарисованная картинка с образом. О таком будущем снято прекрасно голливудский фильм в 2018 году первому игроку приготовиться. И соцсети вот сегодня уже стали объединять сотни миллионов и миллиарды людей. И самая большая опасность этих соцсетей, подчеркнем, даже не в том, что они стали эффективным средством пропаганды и могут быть использованы в политических целях, в целях социальных преобразований. Они сами стали оружием против самой сути человеческой личности и механизмом уничтожения способности мыслить и адекватно воспринимать реальность. И вот этот процесс умышленного загона людей в первобытное состояние последнее время только набирал обороты. И казалось, что этот процесс абсолютно невозможно остановить, потому что даже и на уровне госорганов всячески поддерживалась цифровизация, говорили о внедрении ее и в банковское дело, и в систему образования, и то, что вообще мы все должны привыкнуть к житию виртуальной реальности. И вот этот процесс, казалось, действительно остановить нельзя. Но случилось чудо, и появилась возможность зажить реальной жизнью, любить снова по-настоящему, и, наконец, выйти, выражаясь языком Платона, из пещеры, из мира теней, и начать жить в реальном мире. Что вы думаете по всему этому поводу? Поделитесь своим мнением в комментариях. А с вами был политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов.